И снова всем привет, друзья! Продолжаем наше выживание, изучение и прохождение сборки All The Mods 9. No frills! Итак, в прошлой серии мы начали уже наконец-то развивать мод Refined Storage. Это уже новый этап эволюции, новая логистика, более продвинутая, естественно, чем мой голубой apply. Хоть и не такая халявная, потому что мой голубой apply работает вообще бесплатно. Он даже энергии для своей работы не требует. Но при этом мод Refined Storage требует энергии, но не так много. 71 FFT пока что он потребляет. За кадром я уже подключил к своей системе вот этот Storage Controller, который дает доступ ко всем предметам, которые есть у меня в Storage Drivers. А также подключил вот этот Storage Controller, который дает мне доступ ко всем моим мистическим агрикультурам и эссенциям, которые тут растут. Сегодня, я думаю, мы уже сосредоточимся на настройке системы основных автокрафтов. Самых простых, самых базовых. От вот этих всех мы в ближайшее время избавимся. Как вы помните, работают они нестабильно. Некоторые крафты просто-напросто не хотят здесь фиксироваться. Те же сундуки из Sophistic Backpack почему-то там крафтиться не хотят. Но для начала, друзья, мы делаем, естественно, рецепты, которые понадобятся для воссоздания системы Refined Storage. То есть первое, что мне нужно, мне нужно будет еще больше паттернов. То есть мы берем, выбираем паттерн и забиваем этот рецепт. Дальше мне понадобится обогащенное кварцем железо. Тоже выбираем вот такой рецепт и тоже забиваем. В общем-то, в данный момент у меня выращивается и железо, и кварц. Поэтому делать семена вот такого обогащенного кварца, чтобы делать вот такую эссенцию, я не вижу смысла. Потому что и то, и другое и так растет у меня на грядках. Поэтому в данный момент я, по крайней мере, этого делать не хочу. Итак, два основных крафта есть. Идем дальше. Однозначно мне надо забить вот такой крафтер в автокрафты. Далее мы забиваем вот такой крафт, который будет использовать какой-нибудь другой, наверное, вот этот все-таки камень. Самый, что ни на есть, обычный. Годится. Идем дальше. Дальше мне понадобятся вот такие сырые basic процессоры. В больших количествах. Есть. Для того, чтобы сырые эти процессоры получать, мне нужны вот такие процессор-биндинги. Тоже настраиваем автокрафт. Далее вот такой рецепт. Есть. Вот такой рецепт. Есть. Вот такой рецепт. И, в общем-то, все для того, чтобы сделать себе простой стандартный крафтер, я сделал. Так что, сейчас все эти паттерны мы просто-напросто помещаем сюда в мой даймонд крафтер. И просим себе заказать, к примеру... А, нет, подождите. Давайте все-таки пройдем чуть дальше. И для того, чтобы автоматизировать свои машинки, я бы хотел делать хотя бы, как минимум, железные крафтеры. Вот такие. Да, золотые уже крафтятся при помощи этих Neural процессоров. А их пока что автоматизировать я не буду. Так что, в общем-то, это все. Давайте попробуем заказать железный крафтер. Та-дам. Вуаля. Железный крафтер готов. Ну, а теперь мы идем дальше, потому что вот эти процессоры нам нужно жарить. И мы начинаем забивать потихонечку уже более продвинутые рецепты, рецепты, которые требуют автоматизации при помощи моих машинок. Значит... Не знаю, тут у меня немножко уже высвободился мой Лоис Мелтер. Он работает, конечно, намного быстрее, чем работает вот эта Redstone Furness. Но, честно говоря, не знаю. Давайте пока что все-таки автоматизирую при помощи нее. Ну, и теперь мне вот этот кабель нужно отвезти к себе на базу. А, кстати, это еще один рецепт, который мне нужно будет забить в первую очередь. Ага. Ну, и теперь кабели, если у меня не хватает, я просто-напросто могу заказать, ну, допустим, штучек 40. И, да, еще кое-что вспомнил, что мне нужно будет стекло. Обычное. Самое, что ни на есть, обычное стекло. Которое мы, блин, получаем из песка. Да. Отлично. Ну, и теперь мы вкладываем сюда вот эти рецепты. Единственное, что мне нужно с левой стороны сделать также подачу. Чтобы предметы слева подавались в Redstone Furness. Ну, и как будто бы все, друзья. Я могу, допустим, заказать теперь себе стекло. Блин, ну, оно у меня есть. Давайте я сейчас закажу в производстве. Допустим, давайте запустим производство. 50 штук. Та-дам. Ну, и смотрим, заработает ли моя печка. Да, она заработала. Все хорошо. Ну, как я и говорил в прошлой серии, я бы хотел сейчас немножечко проапгрейдить вот эту машинку. Для этого мы забьем сейчас автокрафты создания вот такого компонента. Вот такого продвинутого компонента. И, может быть, даже вот такого продвинутого компонента. И попробуем забить их в автокрафты. Ну, хотя бы, хотя бы частично. Первое, что мне нужно. Вот такой паттерн. Теперь паттерн создания золотой шестеренки. Ой. Кажется, кто-то сдох. Так ему и надо. Ну, в общем-то, как будто бы все. Пока что, наверное, мне нужно будет только создание сплава инвар. Тоже сделать. Давайте, может быть, сразу его и сделаем. Для этого нам понадобится автоматизировать мой алоэс-мелтер. Вот такой. А, блин. Для этого мне понадобится автоматизировать мой индукционный смелтер. Отлично. Но для того, чтобы автоматизировать индукционный смелтер, мне понадобится сделать еще один крафтер. Который сейчас должен скрафтиться, даже если чего-то не хватает в сети. Каких-то процессоров. По идее, он должен их пережарить вот здесь. И должен их скрафтить. Да? И как раз таки, вот это моя первая проблема, с которой я столкнулся. И она мне намекает, что надо бы сделать себе крафтинг-монитор. Так, штучки три вот таких вот. Заказываем блока. Теперь паттернов штучек десять. И слитков тоже штучек шестьдесят. Значит, крафтинг-монитор готов. Ну и давайте крафтинг-монитор поставлю сюда. А, нет, не могу, понял. Я думаю, блин, я сюда сейчас трубу поставлю, вот эту синюю кабель. И все будет хорошо. А оказывается, тут не просто так все. Ну, тогда давайте поставим, блин, ну сюда. Итак, он хочет пожарить пятьдесят стекла. Но не может это сделать, потому что, по-моему, у меня закончился песок. Так, тогда мы забиваем еще один крафт. Крафт песка. Из эссенции. Все, покажи. Давайте попробуем еще раз заказать. Вот такой крафтер. Да, вуаля, все скрафтилось. Непонятно, почему он первый раз не скрафтил. Ну, в общем-то, ладно. Так, за сплавы у нас отвечает вот этот индукционный смелтер. Давайте поставим вот сюда этот крафтер. Соединим его с сетью и сверху сделаем подачу. Ну, в общем-то, да, так оно и есть. Теперь сюда я могу поместить слиток инвара и, блин, заказать инвар в производство. Допустим, десять штук. Та-дам. Смотрим, что происходит. А все, что нужно, то и происходит. Инвар делается. Отлично. Идем дальше. Теперь мне нужно забиндить чертеж вот такого продвинутого, reinforced компонента. Начинаем с него. Нужно два сигнариум гир и электром ингот. Годится. Производство электрома мы также отправляем сейчас на наш индукционный смелтер. Но нам нужно тогда забить и крафт сигнариум инготов. Да. Давайте посмотрим, все ли у меня сейчас получится. Вот это мы отправляем сюда. А вот это мы отправляем сюда. Ну и теперь пробуем сделать вот такой reinforced компонент. Та-дам. Смотрим, что тут происходит. А что-то ничего пока не происходит. А здесь что происходит? Как-то странно работает. Я не пойму. Система. Что-то он как будто бы... Как будто бы запирается как-то странно. А ну еще разок. А. Тюм. Он сделался. Так, друзья. Ну мы идем дальше. Давайте теперь забивать вот такой чертеж. Первое, что мне нужно. Это люмиум. Есть. Дальше. Мне понадобится вот такое хардернет стекло. Есть. Ну и самое главное. Его величество эндериум. Есть. А, только лид можно не пыль, по-моему, добавлять. А лид может быть и в виде слитков. Да, трех слитков. Лид даст вот это не годится. Вот это мы сюда добавляем. Добавляем сюда вот это и вот это. А вот этот мы обнуляем. Ну что ж, давайте попробуем заказать. Максимальный компонент из доступных мне. А, подождите. Я не забил сам рецепт этого компонента. Та-дам. Есть. А, не хватает. Сейчас, секундочку. Понял. Люмиум скрафтить мы можем, а люмиум гир я забыл забить. Ну, в общем-то, все. Да, друзья, если вы начнете меня поправлять, то я знаю, что есть еще более продвинутый компонент, который делается из Назерита. Вот такой. Ну, пока что он мне недоступен, потому что там нужен какой-то драконий слиток. И это на самом деле уже не сам Thermal Series. Это Thermal Extra. Это аддон к Thermal Series, я так понимаю. Потому что в оригинале, насколько я знаю, Resonant Integral компонент это топ. Но, естественно, чуть позже мы попробуем сделать и максимальный вариант, четвертый тир. Я думаю, все будет хорошо. Здесь у нас и так стоит резонантный апгрейд. Вот здесь у нас тоже стоит резонантный апгрейд. Так что ставим в печечку. И печечка должна теперь работать намного быстрее. К примеру, если я заказываю стекло. Ну, допустим, штучек... Штучек стак. Та-дам. Все, пошла работа. Песок сделался, скрафтился и отправляется непосредственно в Reston Furness и в печечке оно быстренько пережигается. Вуаля, друзья, все работает. Но мне кажется, я теперь понимаю, в чем проблема. Смотрите. Система не понимает, что все скрафчено. Почему? Потому что все приходит в систему посредством уже другого мода посредством Integrated Dynamics. То есть все предметы, они пришли в систему. Ну, вернее, придут в систему. Но у меня складывается ощущение, что сам Refined Storage не понимает, что его система... Это моя матрица. Она и есть основная система хранения. Но мы сейчас посмотрим. Да, видите, работа вроде как закончена. Все произвелось, все сделалось, но Refined продолжает считать, что нет, нифига, ничего не сделалось, ничего не готово. Пожалуйста, сделайте мне еще. И в этом проблема, потому что он забивает процессы. Поэтому мне, скорее всего, придется забирать продукт, готовый после автокрафтов, из вот этих вот печек и смелтеров, самим Refined'ом. У Apply есть специальный интерфейс, в который мы можем все передавать, чтобы он забирал в систему. Так что давайте сейчас как раз-таки настроим его автокрафт. Вот он, интерфейс. Только нужно теперь сделать импортер и экспортер. Значит, кладем их все сюда и пробуем заказать интерфейс. Вуаля. И теперь мы делаем таким образом. Вот сюда мы помещаем интерфейс. Вот такие интерфейсы из Integrated Dynamics. И соединяем с вот этой штукой. А вот этот кабель мы теперь можем, в общем-то, отсоединить. Во. Вот так. То есть, чтобы вот этот кабель не соприкасался с системой, а все крафты, которые тут в этих машинках получаются, чтобы они отправлялись в интерфейс. Ну и интерфейс уже будет отправлять все через себя в систему и тогда, по идее, автокрафты будут понимать, что автокрафт сработал и он закончен. Давайте еще раз попробуем немножко сделать стекла. Еще один стак. Заказываем. Смотрим. Да, вот этот звук, друзья, вот этот звук, если кто знает, как отключить, я был бы вам очень признателен. Капец, как он бесит. Так вот, сейчас у меня идет работа. Стекло жарится, но оно отправляется сюда в интерфейс. И, по идее, рефайни должен понимать, что стекло, да, стекло жарится, оно подается в систему, и он потихонечку его считывает. То есть, по окончанию этого процесса все должно быть отлично. И у меня крафтовое расписание не должно быть забаговано, не должно быть застопорено. Даже более того, если я сейчас положу вот это стекло сюда, он, по идее, должен был подумать. Мне так показалось, что он должен был решить, что стекло попало в систему, значит, работа выполнена. Но, как видите, когда я подал стекло вручную, не определил, что стекло было скрафчено. Он просто определил его, что оно было подано. Вот именно из-за этого, видимо, и была проблема. В общем-то, это не такая уж проблема. Все легко решается, как видите. Так что... Пока так. Пока будет так. Потом, может быть, чуть позже мы это все тоже доделаем, переделаем. Сделаю какую-нибудь конкретную комнату под конкретно автокрафты. Потому что здесь, как будто, у меня места маловато. И когда понадобится крафтить в каких-то больших масштабах все, в каких-то нереальных производствах, то вот этого вот мне может не хватить, потому что работать оно будет довольно долго. Ну что ж, друзья, идем дальше. Давайте продолжать забивать основные крафты. Такие, как, допустим, банальный пистон. Кто не знал, друзья, пистон это поршень по-английски. Давайте сразу же сделаем липкий поршень. Можно сразу же сделать, к примеру, дропер. А, из дропера сделать диспенсер. То есть, это такие банальные, простые крафты, которые очень нужны. Кстати, какой самый главный крафт, как вы думаете? Естественно, крафт сундуков. Та-дам! Теперь, следующий крафт. Это крафт дерева дуба из эссенций. Следующий крафт. Крафт палочек. Конечно же. Дальше будем добавлять крафты по мере необходимости. То есть, что мне не хватает, мы будем сюда уже забивать. А так, в общем-то, ну, какие-то уже свои потребности я при помощи автокрафтов возместил. Ну, и самое главное в драйверсах это что? Ну, конечно же, это апгрейды. Раз. Два. И три. Ну, и можно void upgrade тоже поставить. Все, друзья. Вот это должно мне прям очень сильно помочь. Итак, допустим, мне нужно заказать какой-нибудь драйверс. Я его беру и заказываю. В общем-то, все, как бы, хорошо. И, друзья, у меня возникла одна интересная идея. Чтобы серии не получались слишком душными, я решил добавить в свои серии каких-то приключений. И самый главный мод на приключения, который есть в этой сборке, как вы думаете, какой? Раз. Два. Три. Я думаю, вы уже догадались. Естественно, это мод Twilight Forest. Так что, давайте, наверное, разбавим эту душную серию из автокрафтов и перекрафтов небольшим приключением. Но у меня появилась одна интересная идея. Так, чтобы это приключение было более интересным, я бы хотел призвать себе на помощь какого-нибудь фамильяра. На выбор у меня есть два фамильяра. Один фамильяр это мумия. Это чисто боевой фамильяр, который сражается за меня и помогает мне уклоняться от атак. Когда его проапгрейдит Blacksmith, то он получит еще больше дэмэджа. Ну, вернее, будет наносить еще больше дэмэджа. И второй вариант это Дьявол фамильяр. Он дает защиту от огненных атак. Но у меня с этим проблем и так нет. Поэтому давайте все-таки сделаем мумию. Заодно я смогу проверить механику того, как апгрейдит Blacksmith других фамильяров. Тем более, крафтится он очень даже не сложно. Как видите, его нужно призывать на Ихаганс Этернал Мэнд Пентаграмме. Но я сейчас иду на второй этаж и пытаюсь совместить этот ритуал с тем, который у меня есть с моим Фатмосом. Вуаля, друзья, ритуал комплит. Так что сейчас набираем все какие нужны ингредиенты для призыва этой мумии и пробуем призвать. и размещаем их по очереди на наших жертвенных чашах. И в центр кладем обычную книгу Джинни. Вуаля, запускаем ритуал. Но, скорее всего, потребуется какая-то жертва, друзья, лама. Нифига себе. Тут два варианта. Либо мне сейчас нужно будет убрать пока что этот коврик временно и дождаться, пока придет торговец со своими ламами. Но, опять-таки, не факт, что эти ламы сработают, потому что это ламы торговца. То есть у них, по-моему, даже тег такой. Есть трейдерс лама. Но найти сейчас себе ламу для меня это будет реальный вызов, реальная проблема. Нужен высокогорный какой-то биом. Итак, друзья, я бы хотел сейчас кое о чем поведать. Скорее всего, тот материал, который я записал только что. Я, может быть, его отрывками покажу буквально. Дело в том, что я хотел призвать себе мумию на ритуале, но для призыва мумии требуется жертва лама. Я даже убрал отсюда коврик, который убивал торговца и его лам. В надежде, что сейчас заспавнится торговец и тогда я смогу себе эту ламу взять и принести в жертву ее в ритуал. Но, более того, я потратил еще, наверное, минут 15 своего видео. Выбрал на своем компасе Highland. Прилетел вот сюда. Оказалось, гор тут каких-то особых нет. Я рассчитывал на снежные горы, но снежных гор здесь не было. К сожалению, и лам тоже я так и не нашел. Поэтому этот материал я, скорее всего, сейчас просто-напросто вырежу, покажу буквально 2-3 фрагмента и, наверное, придется нам идти другим путем, потому что я не знаю, как призвать себе мумию, а мне бы очень хотелось призвать мумию, потому что это главный дамагер. Наверное, мы попробуем призвать себе тогда вот такого дьявола. Его тоже не так сложно призвать, и для его призыва нужна лошадь. Лошадь найти в этом мире реально проще, чем найти ламу. Тогда погнали на поиски лошади. Лошади обычно спавнятся на вот таких лугах. Так, коровки есть, куры есть. О, есть и лошади. Ну, и давайте, наверное, так, чтобы больше с этим не париться. Я сделаю себе палочку для взятия пробы ДНК, и в следующий раз мы просто-напросто сделаем себе яйцо лошади. о, она не дает свою ДНК. А как так? Лошадки не дают свое ДНК, друзья. Интересно. Новые водные данные, тогда мы берем сейчас две лошади. Сделаю дома где-нибудь загончик для них. Обязательно спарю разочек, и тогда уже вторую лошадь я принесу в жертву. Может, мы где-то тут и ламу найдем? Горы довольно высокие, но ламы обычно тусуются на заснеженных горах, друзья, я хотел сказать. И вуаля, я нашел. А ДНК ламы я смогу взять? И ДНК ламы тоже не могу взять. Тогда двух лам мы забираем также, хотел сказать, в Криоподы, в Солвиалы свои. Наверное, даже и третью возьму. Ну и, в общем-то, тогда можно призвать все-таки мумию, а не дьявола. Та-дам! Да, что ты будешь делать? В общем, это ДНК-материал, с которым мы чуть позже разберемся, а сейчас пока что пойдемте призывать. Ритуал-то я уже начал. Мне осталось просто принести сакральную жертву. Да, ритуал начался. И, друзья, приветствуем. что это мумия, Слушайте, это мумия, которая должна за меня сражаться. Серьезно? Вы пошутили, что ли? Очуметь, просто очуметь. Я думал, сейчас мумия такая будет здоровая, знаете, как андайнг из Дота 2. Это малышочек такой. Мне аж интересно теперь, как он будет драться. сможет он реально вот в данном случае как-то помогать мне в сражении. Как же мне тебя проверить, друг? Его можно взять с Олвиалом, смотрите, видите? Не всех существ из мода оккультизм нельзя взять вот такие вот баночки. Оказывается, только демонов. Так, но для него я, наверное, сделаю все-таки кольцо фамильяра. Тогда я смогу засунуть его в кольцо, одеть на себя и при этом он будет давать мне дополнительный бонус на урон, а также будет дополнительный бонус давать на уклонение. Так что давайте, наверное, сделаем сейчас себе. Я бы мог попробовать его прямо сейчас проапгрейдить при помощи моего фамильяра Блэксмита, но мне бы хотелось проверить, какой урон он будет наносить сейчас. Имеет ли смысл его держать в чистом виде без апгрейда? Понятно, что с апгрейдом он будет наносить больше урона, но мне бы хотелось понимать, какой урон он будет наносить без апгрейдов. Запускаем ритуал, по-моему, никакая жертва не нужна для этого ритуала. Ритуал начался, все хорошо. И еще одно колечко. Вуаля! Итак, дружочек, видите, мы можем засунуть его в колечко, мумия фамильяр. находится в кольце, по идее, да, вот, смотрите, будучи в кольце, он должен давать дополнительный баф. Додж, уклонение. Но мне бы все равно хотелось проверить его в бою. Давайте тогда все-таки спустимся хотя бы в пещеру и посмотрим, может быть, найду каких-нибудь существ, с которыми можно будет подраться. Вот они, друзьяшки. А ну-ка, мумия, помоги мне с ними сразиться. Молодец. Вот этого тоже бей. Вы видели, какие он пируэты выдавал? Слушайте, это было забавно. Давай-ка, дружок, полезай в кольцо, я сейчас отправляюсь домой, пробуем тебя проапгрейдить. Может быть, где-то еще бы я нашел пару врагов. Прямо где-то рядом с собой я вижу зомбарей, еще бы понять, где они. Так, а такой вопрос, будет ли он бить крипера и не сдохнет ли он с первого раза после того, как крипер взорвется. Давай, братан, я смотрю, на что ты годишься. Я полсердечка снял только. Да давай, давай, бей. одно сердечко. Он рванул, но вообще не нанес урон моей мумии. Слушайте, это очень даже интересно. И вот это хоть в пещеры не спускайся. Я как спускаюсь в пещеры, как какой-то умалишенный начинаю тут же собирать все руды, которые только вижу. Так круто они собираются при помощи моего. Дэнч, три удара зомбарь, готов. Красавчик, просто красавчик. Слушайте, как мне нравится. Это прям вообще имба. Не успевает он крипера убить. Ты еще. Он прям мумия каратист. Вообще шикарная. Тэнч, тэнч, тэнч. Охренеть, друзья, какой крутой мод оккультизм. Это просто нечто. Вот это разработчик вообще навыдумывал. И демонический вайфу, и мумия, которая дерется, как какой-то Джеки Чан. Это просто нечто. Давай, малыш. Фигач его. Одно сердечко он потерял, а как бы тебя подхилить, друг? Если я тебе дам гнилую плоть, я тебя не подхилю, нет? Вот, видите, ему нужно еще что-то, чтобы я мог его хилить. И как я понимаю, сам он не восстанавливается, потому что и моя демоническая вайфу, она тоже не восстанавливает здоровье со временем. То есть нужно придумать что-то, чтобы хилило. Красавчик. Слушайте, а представьте две таких мумии, три, четыре, пять. они будут вообще тогда тут Армагеддон устраивать? Одна проблема, когда я бью вот этим уроном Sweeping H, я наношу уроны ему тоже. Итак, друзья, было как-то написано, что чтобы проапгрейдить фамильяра, нужно фамильяру Blacksmith дать как-то то ли блок железа, то ли кусок железа, чтобы он проапгрейдил вот этого фамильяра. Никогда этого не делал, для меня это новая механика. Давайте попробуем. О, нифига. То есть фамильяров можно останавливать, смотрите. И как же мне тебя проапгрейдить? Может мне надо его засунуть в кольцо и как-то так. Да постой ты блин задолбал. Написано, что чтобы проапгрейдить фамильяру Blacksmith нужны блоки железа либо просто само железо. Я сейчас скормил ему почти 20 блоков железа. в книге ничего такого особенного не написано просто как бы проапгрейди все. А как апгрейдить непонятно. Ладно, я, наверное, полез на вики или поищу информацию в ютубе как вообще должен апгрейдить фамильяр Blacksmith потому что у него огромное количество видите слитков сейчас но при этом он ничего не делает. Итак, друзья, что я хотел сказать. Хотел сказать, что нет, к сожалению, никакой информации ни в ютубе ни вообще на просторах интернета о том, как заставить этого фамильяра Blacksmith проапгрейдить моего фамильяра Мумию. Как я только не пробовал это делать и железо в правую руку в левую фамильяра и кликать о Blacksmith и кликать просто так и даже бить его немножко пробовал. В общем, что я только не пробовал и даже брал фамильяра этого, я ему скормил, сейчас скажу, по-моему, 90 слитков у него сейчас в руках. Еще бесит то, что они бегают вот так непрерывно, он на месте не сидит. Его можно заставить сидеть на месте, как обычного волка, к примеру, да, но при этом я боюсь, что тогда у него точно ограниченные функции становятся и, в общем-то, непонятно, как работает фамильяр. Если вы знаете, как это работает, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии, как при помощи Blacksmith фамильяра проапгрейдить других фамильяров, которых можно проапгрейдить. Мумию можно проапгрейдить, но, к сожалению, у меня это не получается сделать. Они либо бегают, как умалишенные, либо просто вот так в режиме ожидания ничего не происходит. ни кольцом Blacksmith по мумии, ни мумии по Blacksmith ни с пустыми руками, ни с кольцом в руке. В общем, никак не получается. И самое неприятное, что у него нет никакого интерфейса у Blacksmith, я его открыть не могу. Может, это глюк какой-то мода, а может быть, все-таки я что-то неправильно делаю. Опять-таки, если вы точно не уверены и точно не знаете, то не надо писать свои предположения, потому что я потрачу еще кучу времени на эксперименты, которые мне будут написаны в комментариях, а в итоге оно, скорее всего, не сработает. Поэтому, если вы уверены наверняка, что работает это вот так, то напишите. Если не уверены, то не надо писать, потому что я не буду проверять каждый из советов, который будет в комментарии. Создаем портал в Twilite и отправляемся. И все-таки, все-таки давайте я портал сделаю где-то за пределами своей базы. Я особо не рассказываю, как он делается, этот портал. По идее, кто играл с этим модом, знает, как он делается. Делаем квадратик 2 на 2. Вокруг него высаживаем цветочки в радиусе и заливаем эту полость водой. Вот и все, портал готов. Теперь кидаем сюда один алмазик. Та-дам! Портал в Twilite открыт. При этом, друзья, можно даже убрать теперь эти цветы. Ну, а мы отправляемся в Twilite. Первое наше погружение. Та-дам! Проходить мне его будет значительно... Вау! Чего? Ай-яй-яй, друзья, слушайте, я появился в биоме, в котором не должен был появляться. Тот биом закрыт для меня еще. Слушайте, вот это кошмар. Вот это кошмар, как неудачно у меня зареспился портал. Обычно так быть не должно. Портал должен респиться в мирных биомах. то есть в доступных мне, по крайней мере, биомах. Итак, друзья, я практически сразу же нашел первый же данж, в котором обитает Нага. Это огромный змей, которого мы сейчас пойдем убивать. Кстати, вы знаете, почему-то у меня полет здесь выключен. Я не понимаю, почему, но мой полет, он как-то не работает. Твилайте. Слушайте, как будто бы в Твилайт Форесте выключен полет. Это новые водные данные такие интересненько. Да, реально, я не могу полететь. Интересно, а так это работает только с костюмом из пневматика или с любым костюмом? Ладно, погнали. Я думаю, так или иначе, я способен победить Нагу, даже в таком эквипе, который у меня есть. Броня в целом не топовая, но довольно хорошая. Опа-опа. А, это она злилась. Слушайте, а если я ее подрасстреляю своим миниганом? Не-не, последний удар, я думаю, мы нанесем ей мечом. И вуаля. Есть, друзья, первая победа. Вы знаете, что, я квесты не начал, по-моему. Мне надо было зайти в раздел квестов Твилайт Форест. Да. И более того, я уже выполнил парочку заданий. тадам, квест комплит, нага повержена. А, это что такое? А, это сундучок, в котором лежит голова наги. И чешуя наги. Не могу летать. Что я делаю? Я ныряю просто и падаю в землю лицом. Лечь. Нет, не лети ты все, хоть ты тресни. Нифига себе, блин, вот это да. Слушайте, я должен сделать, наверное, джетпак и попробовать, будет ли работать обычный джетпак в этом мире. Если он не будет работать, то, друзья, я буду только рад этому. Это будет очень круто, очень имбово. Потому что полет, реально полет в мире Твилайт Форест, он превращает прохождение мира Твилайт в, ну, такую легкую прогулку. Делает это приключение ненастоящим. Поэтому я искренне рад тому, что так у меня работает мой джетпак. Но все равно я должен проверить, работает ли обычный джетпак. Поэтому я думаю, мы займемся уже этим в следующей серии. Эту серию, считаю, можно закончить. В принципе, приключение у меня началось прям в тот момент, когда я решил сделать себе фамильяра мумию. К сожалению, я забыл его достать, чтобы он мне помогал сражаться с этой нагой. Думаю, что он бы внес ей большое количество урона. Тогда я думаю, мы в следующей серии найдем еще один лабиринт наги и еще раз попробуем с ней сразиться, но уже при условии, что мне будет помогать мой маленький муменыш. Кстати, может быть мне кажется, а может быть и не кажется. Как вы считаете? При монтаже я обязательно посмотрю. Смотрите, у него появились какие-то когти на руках. Может быть все-таки мумия проапгрейдилась, а я этого не понял? Не знаю. Думаю, что во время монтажа я это выясню. Ладно, друзья, давайте, всем спасибо за просмотр, всем здоровья и удачи. В следующей серии мы продолжим заниматься как техническими модами, автокрафтами всевозможными, так и продолжим приключения уже в моде Twilight Forest и в мире ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите комментарии, всем рад. Все комментарии всегда обязательно прокликиваю своим жирным ютуберским лайком. Всем спасибо, все свободны. Пока-пока. Ну что ты грустишь, мой малыш? Не грусти. И да, надо будет еще придумать какую-то возможность его прохилить. Все, пока.